В общем, скорость ветра упала настолько, что придется нам, наверное, завести мотор и какое-то время идти на дизеле. Да, очень многие люди, кстати, задают так же этот вопрос, что Макс, тебе уже там 35 лет и... Я же говорю, когда ты с рюкзаком, ты вообще свободный. Встречается огромное количество медуз, в частности, вот этот португальский корабль. Я не учился на яхте, то есть я купил и уже начал учиться. Почему это сделал? Это была внутренняя борьба. И ты знаешь что, я готов с радостью доложить вам, что она прошла... Я кольцуюсь сейчас. Спокойно вообще, размеренно, знаете, все так идет. То есть мне надо с чем-то расстаться, продать что-то не нужно, чтобы купить что-то другое не нужно, да? Ну, вон там уже на горизонте появились дома, деревья, багамы. В общем, скорость ветра упала настолько, что придется нам, наверное, завести мотор и какое-то время идти на дизеле. Ибо мы не успеем к намеченному сроку прибыть в порт назначения, то бишь, в имени. Так что Макс сейчас... Ну что, Макс, паруса опускаем и... Нет, я думаю, мы в Мустах сели будет, чтобы придем мотору добавить газу, чтобы придем марш. Давай, пошел. Нос будет зарывать, не знаешь, да? Да, да. Все, вышли обратно на курс, посмотрим, на одном стаксе и пойдем, посмотрим, как быстро, не быстро. В общем, что-то 4.2 сейчас скорость, аж маловато, но надо выйти на 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем, опять же, яхтинг? Он и дорогой, и немножко напряженный тем, что тебе надо постоянно задуматься наперед. Тебе надо иметь как можно, например, что-нибудь запасное обязательно, дублирующее. И вот это немного напрягает, потому что ты нагружаешь лодку всяким стафом, даже, может, которым никогда не воспользоваться, но зато он у тебя будет. И ты, знаешь, я же говорю, когда ты с рюкзаком, ты вообще свободный и спокойный. А тут, если задумаешься о продаже, это просто будет вот жопа куда-то что-то избавиться, это первое. А второе просто, ну, закидываешь, закидываешь себя, как Плюшкин такой, это надо, это надо, это надо. Но зато есть комфорт, зато всегда ты приходишь и знаешь, у тебя есть чистая одежда, ее много, у тебя есть теплое свободное место, если, конечно, не зальет вода, но, опять же, можно высушить. У тебя есть кухня, у тебя есть туалет. И это комфорт, которой не хватает путешественника. Те люди, которые ездят автостопом или на своей машине, задумываются, как бы классно им быть, иметь дом на колесах. Те, которые там ездили так-то, задумываются о другом. Вот я, когда путешествовал в мотоцикле, конечно, этого комфорта не хватало, сейчас я его получил. Но развлечение в виде, как, например, ты сел на мотике и погнал туда-сюда на лодке, и ты такой думаешь, черт, это снять на якорь, это надо пойти выйти, это желательно с утра, чтобы еще время было до сожжения солнца, потому что будет темно уже некомфортно и плюс опасно. И вот эти ограничения, они не дают той свободы, например, какой я чувствую, что есть на мотоцикле. Так что яхтинг, пока что на данный момент это эксперимент. Возможно, что разные лодки, возможно, еще уверенности, может быть, не хватит моего опыта. Не хватает моего опыта. Я не учился на яхтинг. То есть я купил и уже начал учиться. Почему это сделал? Это была моя ошибка. То есть, может быть, сейчас, если бы вернуться назад, я бы чего-нибудь не исправил по-другому. Но я боялся, что меня могут не впустить в США, когда я уеду и опять приеду. Почему-то у всех есть такой страх. Вот сейчас я третий раз приехал в США уже по одной и той же визе. В США просто очень насыщенный большой рынок лодок. И я боялся, что если я не смогу купить здесь, то мне просто придется в Европе покупать гораздо дороже. Соответственно, бюджета у меня не было. То есть у меня получилось скопить сумму и я ее инвестирую. Лодка мне обошлась 18 тысяч долларов. Изначально я хотел вообще покупать лодку за 10 тысяч долларов. Денег у меня по приезду в США не было, друзья. Это все благодаря United States. Все возможно у нас и в нашей жизни. Но по итогу я уже вложил в лодку в районе 7-8 тысяч долларов. То есть сверху, да, да, да. Вот на данный момент, да, там какой-то став не только в лодку. Но какой-то став ты покупаешь, чтобы именно там поплавать, что-то запасные опять же. Ты можешь их использовать, ты можешь их забрать, но все же как бы ты должен освещать эту лодку вот этими всякими вещами. И вот на данный момент, с момента приезда сейчас с дома, я вот нахожу где-то 3 недели здесь, я уже 4 тысячи инвестирую в лодку, покупая все необходимости. При этом ты экономишь на жилье? Я экономлю на жилье, экономлю на питание, потому что у меня есть газ, я могу готовить. Да, да. Это существенные плюсы, да? Да. Тем более, что ты если стоишь на якоре, это бесплатно. То есть все бесплатно. Ну, единственный нюанс, тебе придется на тузике, на надувной лодке постоянно передвигаться от своей основной лодки на берег и где-то ее парковать, чтобы не бояться, чтобы ее не украли. То есть очень много нюансов своих возникает тоже. Встречается огромное количество медуз, в частности, вот этот португальский корабль, по-английски Portuguese Man of War. И вообще популяция медуз в последнее время очень сильно увеличилась из-за того, что ведется активный промысел рыбный, вылавливается огромное количество рыбы, которая, по сути дела, должна была пожирать всех этих медуз. И так как рыбы стало меньше, медуз становится больше. И это уже является такой почти как экологической катастрофой, во всяком случае, вот этого региона Атлантического океана. Ну скажи, какие ощущения? Ты тут три часа отдыхал, в связи с чем? Три часа происходила внутренняя борьба. Например, моей внутренней футбольной крысы с внешними факторами. Нет, ну что чтобы с внешними факторами, это была внутренняя борьба. И ты знаешь что, я готов с радостью доложить вам, что она прошла успешно и в нашу пользу. Ты все никак не оставляешь надежду, да? Что-то выловить сегодня. Какая-то уже третья попытка? Четвертая. Четвертая? То есть ты сегодня, значит, потерял уже клюх, потом выловил гандон какой-то? Что еще? Пластик. Пластик. Ну слушай, океан хоть почистил. Как вообще ощущения? Шикарно. Да. Ведем в другую страну. Мы с вами. Чуть-чуть под мотором, но это мелочи. Кайф. И жизнь на сказку. Американская мечта просто. Я, смотри, перекурчик взял. Так чуть-чуть, да. Как вообще со всем этим спокойствием управляешь? Не скучно? Спокойно вообще-то. Вот именно размеренно, знаете, все так ведет. Да, через некоторое время становится прямо непонятно, чем себя развлекать. Потому что вот эта, как говорится, эйфория по выходу в море, она уже прошла. Сейчас фаза такая более спокойная, выработанная. И тут каждый занимает себя чем может. Кто-то покурит, кто-то поспит, кто-то книжку почитает, кто еще что-то. Ну, в принципе, наверное, вот так вот больше времени проводят моряки планы. Я надеюсь, что мы получили. Вот конец. И вkryли. Субтитры сделал DimaTorzok Все, берег скрылся за горизонт, вокруг нас вообще ничего нету, один океан, одна океанская гладь, ифилия, красота, очень классная погода, не хватает, конечно, ветра, поэтому приходится идти с помощью мотора, это не убивает романтику никаким образом. Конечно, было бы круто, если бы можно было там узлов 8-9 втопить. Вообще, люди говорят, что ты потом через 3 дня входишь в такой определенный ритм, и ты уже все, как бы живешь, это и в год, и всем занимаешься, все просто бытовые дела, как будто ты... Микромир такой, да? Да, и на самом деле двигаешься. То есть, на самом деле, в яхтинге прикольно, что ты реально, вот мы плывем, как мы двигаемся, идем, как некоторые скажут, но при этом мы же сильно не напрягаемся. Да, очень многие люди, кстати, задают так же этот вопрос, что Макс, тебе уже там 35 лет, и ничего нету. У меня есть дом, то есть, я построил свой дом, когда была возможность. У меня была жена, то есть, я был уже женат, поэтому брак у меня был, эксперимент. Нет детей, единственное, это как бы пока что упущение, но это возможно наверстать. Что я жду от проекта? Я жду от проекта появление спонсоров и реализация тех целей, которые мне интересны. То есть, если я, например, я захотел попробовать себя в яхтинге, вот я купил яхту и начал. Я хочу себе попробовать в Дакаре, вот на котором ты недавно был. Это одна из моих давнейших мечт, но только обязательно на мотоцикле. Я хочу получить летные права и облететь какие-то страны. То есть, я хочу участвовать на разных соревнованиях по мотоциклетной тоже тематике. То есть, это в проекте. Но я понимаю, и я подошел с другой стороны, потому что я понял, что, например, в Дакаре я не могу потянуть. То есть, мне надо с чем-то расстаться, то есть, продать что-то не нужно, чтобы купить что-то другое не нужно. Я понял, что дом я не хочу продавать, он мне еще не достроен, это как бы мой проект. И я решил экспериментировать таким путем. То есть, просто двигаться дальше, куда есть. И вот это может приведет в дальнейшем меня к появлению спонсоров и возможности развиваться. Также есть идея, как развиваться как медийная личность в виде приглашения потом в дальнейшем какие-нибудь проекты. И вот как сейчас я на будущее время собираюсь в Россию, где меня пригласили на проект, связанный с путешествием по северам на вездеходе Бурлак. Ну, вон там уже на горизонте появились дома, деревья, Багамы. Уже некоторые члены экипажа получили смс-ки от операторов, мол, welcome to Bagamas. Те, у кого включен роминг за границей, так что да, буквально еще час, наверное, на входу. И мы уже будем свортоваться в местной Гаванской, Багамской гавани. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас ищем место, куда можно пришвартоваться, просить якорь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok добро пожаловать на берег да но все мы только что прибыли на багамы последнее приготовление к сходу на берег забираем все самое ценное идем тусоваться регистрироваться не будем парни как как эти как нелегалы зайдем вот мы и на бимине имени blue water resort имени blue water resort с нас не захотели выпускать потому что мы не прошли таможню либо без этого нельзя выходить в город поэтому парня сались на лодке а мы сейчас пойдем посмотрим что тут чё слушай деревушка закончилась так и не успев начаться да мы по-моему уже прошли аль ты в соседнюю деревню и вообще куда мы идем скажи я чуть не могу понять разведку какую-то у нас правильную хочу развилка правильная хочу разведывать куда мы плывем чем это все едят и где находятся белые белые люди такие белые люди ты чё я уже супер отель заснял теперь супермаркет блять слушай закрыта как жаль некоторые местные нюансы если вы по браконьере на счет ракушек то есть нелегально иметь ракушку с губами имейте ракушку без губ ах ты так с половыми что ли отставьте свою любимую шутку про губы сюда значит на саусский группе с декабря до последнего дня в феврале ловить его нельзя у нас сегодня что февраль а сам разгаре февраль слушай здесь еще не здание все архитектурный шедевр что зайдем в бар ну давай и 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 спать. Всем спокойной ночи и до завтра с Неводи.